Через долину. Первое царство. 30 глава. 16 по 31 стих. И он повел его, и вот амалекитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амалекитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амалекитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем двумстам человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока воссор, и вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей, и идет». Но Давид сказал, «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наше полчище, приходившее против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. «И пришел Давид в Секилак и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря, Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних. Тем, которые в Вифиле и в Рамофе Южном, и в Иатире, и в Араире, и в Шифмофе, и в Эстемоа, и в Рахале, и в городах иерахмиельских, и в городах кинейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид, Сам и люди Его». Размышления. Размышления. Часть 1. Добыча Давида. 1 Царвс, 30 глава, 16 по 25 стих. Давид избегает смерти в битве с амеликитянами и спасает своих близких. Люди после победы говорят, это добыча Давида. Но некоторые не хотят делиться этой добычей с теми, кто был слишком истощен, поэтому не пошел в бой вместе с остальными. Давид же являет мудрость и благочестие. Во-первых, он воздает честь Господу за победу, а во-вторых, издает указ о том, что все будут иметь право на часть благословений, которые получены от побед, дарованных Господом. Этот указ станет законом для Израиля. В чем бы ни заключалась наша победа, слава всегда принадлежит Богу. Он использует каждого из нас, чтобы исполнить свою волю, и нам нужно именно так к этому относиться. Чему этот отрывок учит нас в том, что касается исполнения Божьей воли? Можете ли вы назвать нескольких христиан, которые, не привлекая к себе никакого внимания, делают большой вклад в Божью работу? Размышления, часть 2. Божья забота о нас. 1 Царств, 30 глава, 26-31 стих. Данный отрывок является подходящим окончанием истории Давида. В нем мы видим появление заботы Бога о своем народе. Да, Давид нашел прибежище среди филистимлян, но на родине в нем не видят врага. Дары Давида, старейшинам Иудинам из добычи, взятой у врагов Господа, служат подтверждением его добродетелей и силы, как будущего царя Израиля. Он принимает поистине мудрое решение и задает тон своему будущему правлению. Но при этом давайте не забывать, что именно Бог избавил его от потенциальной катастрофы и привел к триумфу. В любые самые нелегкие времена мы можем быть уверены в том, что Он и о нас позаботится. Как Бог заботится о вас и защищает? Чему вы научились в том, что касается принятия решений в стрессовых ситуациях? Молитва. Отец Небесный, пусть испытания и страдания научат меня доверять Тебе. Помоги мне видеть в них не препятствия, а возможность для возрастания в мудрости, милости и надежде, которую мы можем найти только в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Во имя Его я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok